И на таку, и в чистом поле войну я слышала не раз. А ну-ка, бабы, спляшем, что ли? И начинался сухопляс. В деревне Данилова про Марь Ивану многие говорят, что это очень активная женщина, несмотря на свои почти 90 лет. Некоторые даже утверждают, что таких, как она, здесь больше нет. В свои годы у нее такая память, она много даже знает стихов, она веселая, она много знает частушек, встречаемся мы. Всегда обращаешься к ней, она всегда с помощью поможет. Дальше она высокая, стройная. У нас мама из мам. Прожить такую тяжелую жизнь, воспитать трех, так сказать, здоровых сыновей, вырастить, помогать вырастить внуков, правил. В общем, у нее большая семья. В марте месяце Марь Ивану наградили на конкурсе «Женщина года» Ашукина 2017 в номинации «Женщина-труженица». Будучи совсем юной девчонкой, Марья Ивановна уже стала работать. Когда ей было 14, началась Великая Отечественная война, и она пошла трудиться в колхозе «Звезда социализма». Проработав там до 1955 года 14 лет, Марья Ивановна ушла в совхоз «Майский». Нет, колхозница, я и есть колхозница. Дояркой работала. Семь лет дояркой работала. 16 коров у меня в группе было. И вот все вручную было. Все вручную. Это вот сейчас аппараты, доильные аппараты, а тогда не было. Все вручную. И кормили, и поили. Все вручную. Через 10 лет, в 1965 году, Марья Ивановна понемногу работала в разных местах. Она была и заведующей библиотекой, и почтальоном. И вот в 1971 году Марью Ивановну пригласили стать заведующей Даниловским сельским клубом. 13 лет она руководила им. Была и самодеятельность, и свой ансамбль, и даже танцы по субботам. Особенно субботу танцы, пятницу и субботу, это мне негде было встать. Я стояла только уже, около двери стояла, по 100 человек набивались. Я говорю, ой, ну некуда, не пускай больше их, некуда, некуда. Ну ничего, ведь вот так вот толкались молодежь. Вся Ашукина ходила сюда. Да, все Ашукинские из Мураново, вся молодежь ходили к нам на танцы, вот когда я работала. Сейчас Марья Ивановна на пенсии, занимается делами по хозяйству. Сын помогает ей с участком и с голубятни. Птиц держит просто так, не для продажи, а для души. Сейчас у меня их 14 штук. А в самое лучшее время на сколько? Ой, они у меня сами разводятся. Сами убираются, да? Да. То есть улетело 15, вернулось, допустим, 20, да? Может, бывает и такое. Ну вот у кого-то улетают. А вы их только в клетке, да, держите? Нет, почему? Они не открываются, летают. То есть возвращаются сами? Да, сейчас я их не выпускаю, потому что из леса сокол летает, он их цапает потихоньку. В этом году Марья Ивановна 27 октября будет юбилей 90 лет. Несмотря на свой возраст, она старается не пропускать ни одно мероприятие в Даниловском доме культуры. То прочитает стихи, то песни споет, то что-то своими руками сделает. Кроме того, Марья Ивановна состоит в любительском объединении «Совет старейшин». Это объединение для пожилых людей, когда мы собираемся, вместе они общаются, какие-то мероприятия для них делаем, к календарным праздникам какие-то чаепития и праздники мы делаем. И мы уже отмечали здесь 85 лет Марьи Ивановне Федоровой, вот 5 лет назад. Сейчас планируем 90-летие ее отмечать, торжественно поздравлять. Трудилась за свою жизнь Марья Ивановна много. Работала в колхозе, совхозе, библиотеке, даже руководила сельским клубом. Но почтальоном быть оказалось для нее самым душевным занятием. На пенсии поработала почтальоном. Вот это вот мне понравилось. Что вам понравилось почтальонам? Почтальонам раздала, я разнесла всю корреспонденцию, все по ящикам разложила. И последний ящик положила, у меня сумка почтовая пустая, и я свободна. Я знаю, что я сделала доброе дело. Вот так вот. Вот все, больше я ничего не могу сказать. В нашей Марье Ивановне здоровья крепкого, долгих лет жизни, чтобы она прожила у нас еще много-много лет. Потенциал к этому у нее есть. Она у нас крепкая, здоровая, никогда не пропускает наших мероприятий, всегда становится их участниками. Если у нас какой-то конкурс, она и овощ принесет на конкурс взвешивать, и букет на выставку принесет. То есть она по мере своих сил, возможностей всегда участвует в наших мероприятиях. Поэтому желаем ей крепкого-крепкого здоровья. Будем ее поздравлять 27-го числа, за 90-летие. И желать ей еще бы хотя бы половинку этого прожить. Пускай бабуля живет и радует всех, и сама радует всех. Я сердечно поздравляю вас с юбилеем. Желаем самое прекрасное, что дарит нам жизнь. Это крепкого здоровья, семейного счастья и всех благ. А также расскажу маленький такой стишок. Я с юбилеем поздравляю. Бывает в жизни он однажды. Веселый блеск счастливых глаз. Вам 45 всего лишь дважды. Пусть радость медом пустам течет не в рот, а в сердце только. А всей души желаю вам прожить еще пять раз постолько. Пусть радость медом пустам течет не в рот.